Всем привет! Меня зовут Быченко Андрей и сегодня я расскажу вам, как научиться делать полндроп. Есть два вида выполнения полндропа. Полндроп с парапета и полндроп с перекладины. Советую начинать изучение полндропа с перекладины, так как вы сможете сделать более амплитудный отмах ногами, за счет чего вам будет легче поднять выше пятки и таз, и это обеспечит вам крутку в точке. Самое страшное в этом элементе – это момент, когда вы сделали отмах. Ваше тело практически горизонтально плоскости, а крутка по сальту еще не началась. Поэтому, тренируя отмах, прокручиваете в голове мысль о том, что после толчка руками вы подтягиваете ноги к себе и закручиваете сальто. Очень важно выносить таз вверх во время крутки. Это то, что даст вам возможность скрутиться в точке, а не падать вниз. Именно крутка в точке – это показатель хорошего полндропа. Второй вариант полндропа тяжелее, так как у вас ограничен отмах ногами. В этом варианте есть два вида толчка. Толчок при помощи стопы, он легкий. И толчок бедрами. Здесь также важно отрабатывать отмах ногами. И он отличается от отмаха от перекладины. Его делать тяжелее. И одно из подготовительных упражнений – это запрыгивание на высоту. И не забывайте, что все приземления мы выполняем на носки и на согнутые в коленях ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова